20 ноября 2020 года. С вами Святая Земля сегодня, Анна Мусанревия, и мы с вами в старом городе в еврейском квартале. И идём мы ни много ни мало на Храмовую гору. Не знаю пока, куда мы сможем пройти, что сможем увидеть, но будет что-то очень интересное. Оставайтесь с нами. Вот она, знаменитая панорама. Те из вас, кто ходили к стене плача или на Храмовую гору, помнят, что проходить нужно вот под теми арочками внизу. Проходим мы через контроль. К сожалению, там снимать нельзя. Контроль очень строгий. Проверяют тщательно сумки. Нельзя иметь при себе ни молитвословы, ни Евангелия, ни креста, ничего подобного. И иудеям тоже нельзя иметь молитвенник на Храмовой горе. Категорически запрещено молиться всем, кроме мусульман. Об этом предупреждают на входе охранники и очень-очень строго за этим следят. Идём мы по деревянному мосту, который идёт поверх арки Уоррена, то есть поверх найденного археологами исторического древнего моста, который вел, собственно, на Храмовую гору. А это уже стена плача. С моста отлично видна площадь перед стеной плача. И, как вы видите, сейчас отдельные такие палаточки построили для молящихся. Это связано с коронавирусом, естественно, не более 23 человек запускают внутрь. Сама же стена плача – это вот та стена в правой части экрана. Что же такое стена плача? Примерно за 15 лет до Рождества Христова Ирод Великий решает перестроить ветхозаветный храм, построенный евреями на месте разрушенного первого храма, храма Соломонова после Вавилонского плена. Ирод мечтал, чтобы его здание превосходило красотой даже первый Соломонов храм. И вот предпринимаются очень масштабные по тем временам работы. Разбирается здание храма, а храмовая гора, гора Мориана, которую мы сейчас и поднимаемся, вся покрывается плитами для того, чтобы расширить территорию дворов, где собирались молящиеся по праздникам. И вот так получилось, что с западной стороны холма одна из плит свисала. Сейчас здесь площадь перед Храмовой горой, ее сделали не так давно, после 67 года, уже в наше время. Во времена же Христа здесь проходила торговая улица Кардо, прямо вдоль этого склона холма. И если бы плита обрушилась, то погибло бы очень много людей. Вот и решили холм укрепить. И построили вот эту стену, которая укрепляла западный склон холма и подпирала собою сверху плиту. Евреи после разрушения Иерусалимского храма, после 70-го года, были изгнаны римлянами из Иерусалима. Многие попали в плен, другие были в бегстве, жили в Римской империи, повсюду распространялись. Кто-то бежал на север Израиля. И вот только раз в год могли они приходить молиться на Храмовую гору, притом платили за это правителям Иерусалима большие деньги. Насколько мы знаем, согласно историческим источникам, в византийские времена они поднимались прямо на саму гору. И среди развалин храма молились, там даже был камень особо почитаемый, молились и оплакивали разрушение храма и свою судьбу. Начиная же с 7-го века на месте Ветхозаветного храма был построен купол над скалой, к которому мы сейчас и идем. И вот евреям не оставалось ничего другого, как собираться и молиться у этой стены. Вот с этого времени, с 7-го века приблизительно, эта стена и получает название Стены Плача. Молились в те времена точно так же, как и сейчас, прижавшись лицом к этим камням, оплакивая разрушение Иерусалима, разрушение храма. Евреи молятся здесь о здоровье своих семей, конечно, детей, но и о восстановлении третьего храма. То есть о том, чтобы храмовая гора снова принадлежала иудеям, чтобы там совершалось еврейское, иудейское, ветхозаветное жертвоприношение. Мы же с вами пришли на храмовую гору, и сейчас все-все здесь подробно посмотрим. Сейчас-то территория больше похожа на очень красивый парк. Вошли мы через вот эти Магребинские ворота или Южные ворота по-другому, и справа от них видим очень красивую, прямо в испанском стиле построенную колоннаду. Строили мамлюки в 15 веке. Ну, а мы с вами сейчас подойдем к месту, где была так называемая царская стоа, или помещение для торговли, для коммерции, и увидим, где Христос, скорее всего, и изгонял торговцев из храма. Вот здесь, на территории уже храмовой горы, то есть в непосредственной близости от ветхозаветного храма, находилось вот такое большое помещение, возможно, оно даже было больше, где стояли столы торжников и менял. Они обменивали здесь валюту, продавали жертвенных голубей, и вот здесь Господь и выгнал их, сотворив бич из веревок. Сейчас же здесь расположилась коллекция чудных совершенно средневековых капителей от храма крестоносцев. Дело в том, что купол над скалой после захвата Иерусалима крестоносцами был обращен в христианский храм, храм Софии при мудрости Божией, и украшен вот такими колоннами, которые нам здесь и демонстрируют. Неописуемой красоты, конечно. А это купол мечети Алякса, к которой мы сейчас подойдем и подробнее о ней поговорим. Здесь же рядом находится музей ислама. Сейчас, к сожалению, из-за коронавируса закрытые для посещения туристами. И справа слева от входа дивные работы, совершенно просто царские капители. Посмотрите, какая красота! Подумайте, им почти тысяча лет. И вот так они сохранились. Сделаны они, вырезаны по камню в нашем известнике. Это наш местный Иерусалимский камень. Мы с вами проходим через собрание колонн, еще немножко полюбуемся средневековой резьбой неизвестных нам, к сожалению, мастеров. И отправимся дальше. Наша цель – это мечеть Алякса сейчас. По дороге мы видим михраб – это кибла, указание на Мекку, то есть ниша, указывающая направление в сторону Мекки, для того, чтобы человек знал, куда ему обратиться мусульманин, в какую сторону лицом встать во время молитвы. И вот мы подходим к зданию мечети Алякса. Чаще всего туристы считают, что главное здание на Храмовой горе – это купол над скалой, золотой купол. Ну, действительно, он самый красивый, мы к нему подойдем, это древнейший памятник мусульманской архитектуры. Однако самое святое место – это вот эта мечеть, мечеть Алякса. Она упоминается в Коране в связи с событием, которое мы называем Исра-Маарадж, здесь даже такой праздник у мусульман, ночное путешествие Мухаммеда. По верованию мусульман Мухаммед был в одну ночь, перенесен Аллахом в крайнюю отдаленную мечеть, и там восхищен на небо, где ему был показан рай. И вот эта мечеть с древнейших времен ассоциируется вот с той крайней отдаленной мечетью, описанной в Коране. Это здание, которое мы видим сейчас, это уже результат перестройки мамлюков в XIV-XV веке. Здание перестраивалось много раз, а построено было в VII веке, как и купол над скалой. Типичная мамлюкская архитектура. И вот из-за этого здания, мои дорогие, и идет весь Сербор. Вот из-за этого здания не хотят и никогда не отдадут мусульмане храмовую гору. Да, сейчас она находится на территории государства Израиль, однако принадлежит храмовая гора Иордании. И мы даже с вами позже увидим знак, это подтверждающий и свидетельствующий. Владеет храмовой горой УАКФ. Это мусульманская благотворительная организация, то есть как бы храмовая гора принадлежит всем мусульманам, народу, как бы никому-то конкретно, это не частная территория ни в коем случае. Мы идем с вами к золотому куполу и по дороге видим фонтан. Дело в том, что мусульмане перед молитвой обязательно омывают руки и ноги. Молитва у них совершается пять раз в день, и вот такой совершенно, как из тысячи одной ночи, фонтанчик здесь на площади стоит. Давайте мы подойдем и полюбуемся с вами. Мы с вами направляемся к мечети-купол над скалой или золотой купол. Часто в путеводителях эту мечеть называют мечеть Амара. Это на самом деле историческая ошибка. Эту мечеть построил вовсе не халиф Амар, который завоевал Иерусалим в первой половине VII века, а халиф Абдальмалик в 688 году, то есть в конце VII века. Однако халиф Амар имеет отношение к этому месту. И вот какое. Рассказывают, что когда халиф впервые поднялся на храмовую гору, и ему показали место, где стоял храм Соломонов, он пришел в неописуемое удивление, восторг, и сам своими руками стал расчищать это место от груд строительного мусора, которыми оно было завалено. И приказал построить небольшую деревянную мечеть, как полагают, между мечетью Алякса и вот этим местом, где теперь стоит мечеть-купол над скалой. В то время здесь действительно под открытым небом находилась скала. Эта скала теперь находится внутри этой мечети. Скала эта представляет собой большой плоский природный камень, под которым есть пещера. И вот мусульманское предание говорит, что именно из этой пещеры, с этого камня, был вознесен Аллахом пророк Мухаммед на небо, где ему был показан рай. Это немного не соответствует Корану, но в Коране нет точного указания. Сказано лишь, что пророк был перенесен к месту крайней отдаленной мечети, но не сказано точно, где он был восхищен на небо. Поэтому здесь предание, скажем так, несколько двояко. И мы с вами уже видели мечеть Алякса, которая стоит на месте, как полагают, той самой отдаленной мечети, упоминаемой в Коране. Итак, вознесение Мухаммеда на небо, возможно, было здесь. И вот поэтому это место в 688 году и покрыли такой вот красивейшей мечетью. Однако у халифа Абдальмалика была ещё одна причина, кроме почтения к святости, места поставить здесь мечеть. Дело в том, что у мусульман главным местом паломничества считается Мекка. И вот в тот исторический период Мекку захватил правитель, который был, скажем, конкурентом Абдальмалика. И Мека была временно недоступна для паломничества тем, кто был предан Абдальмалику. И вот для того, чтобы не лишить правоверных всё-таки места паломничества, и решил он перенести паломничество в Иерусалим, потому что по верованиям мусульман и Мека, и Медина, и рай соединяются здесь, в Иерусалиме. То есть это место объединяет все остальные места паломничества. И вот поэтому и была поставлена здесь мечеть. И на сегодня это третье по важности место паломничества у мусульман. Со всех сторон эта мечеть покрыта изумительной красотой изразцами. Эти конкретные изразцы уже относятся к Османской империи, турецкие. То есть они более поздние, это уже где-то XVIII-XIX даже век. А во времена халифа Абдальмалика мечеть была покрыта мозаикой. И это не единственное её сходство с византийским храмом. Вот этот восьмиугольник с куполом – это как бы выжимка из византийской архитектуры. То есть уберём алтарную часть, уберём притвор, уберём всё лишнее, оставим только саму суть. Восьмигранник византийской базилики и увеличенный купол. В принципе, мусульманская архитектура берёт, конечно, начало в византийской. Но считается, что вот эта мечеть, а это древнейший образец исламской архитектуры, доживший до наших дней, то есть это действительно VII век, вот эта мечеть – это уже начало периода чисто исламской архитектуры. То есть здесь уже есть свои элементы, не похожие на византийские. Мы подошли с вами к беседке, которая называется «Место цепи». По древнему преданию здесь когда-то висела знаменитая цепь царя Давида. Двое спорящих подходили к этой цепи, и тому, кому она давалась в руки, тот и был прав в данном споре. Украшена беседка необыкновенно красивой мозаикой. Это сирийско-византийская школа. Есть в ней, конечно же, и некие азиатские элементы. И также точно мозаикой украшен купол над скалой и изнутри. К сожалению, мы не можем пройти с вами внутрь. С 2000 года вход в часовню разрешён только мусульманам. Однако вот здесь, над входом, мы можем увидеть очень красивую золотую мозаику. Такая же и внутри мечети. Ветхозаветный храм, и первый, и второй, был для израильского народа действительно центром жизни. И общественной, и религиозной. И не только потому, что здесь приносилась ежедневная жертва всесожжения Богу, не только потому, что здесь приносились жертвы очистительные за грехи людей, но и потому, что во внутренней части храмов, святая святых, помещался ковчег завета, и там над крышкой его постоянным было присутствие Божие. Вот такое есть понятие в Библии шехина. Это присутствие Бога на земле в конкретной точке, в конкретном месте. Поэтому в храм никогда не приходили, не очистившись, не совершив ритуального омовения предварительно, никогда не проходили через двор храма по пути куда-то в другое место. Это считалось неблагочестивым. И, приходя в Иерусалим по каким-то делам, человек всегда сперва шёл поклониться в храм. Ну что, дорогая, как ты себя чувствуешь здесь? Какие ощущения? Ой, ощущения между прошлым и будущим. Вот ты знаешь, ощущение, что на этом месте какая-то особая связь неба с землёй. Это действительно так. Ты здесь стоишь буквально между небом и землёй, между Ветхим Заветом и Новым, между прошлым и будущим нашей человеческой судьбы. Судьбы, в смысле судьбы человечества я имею в виду. И, конечно, вот это пространство, удивительное пространство вокруг, оно священное. Вот как хотите, но это так. Это ощущает буквально каждый паломник, каждый турист, который сюда приходит. Ощущение трепета, трепетности. Вот, пожалуй, так. А у тебя? Ну, у меня тоже самое всегда есть. Всегда тоже такое ощущение трепета. Тем более, что для меня понятие о храме, это очень важно. Также, что это уникальное ощущение находиться между гробом Господним и Елеоном. И ощущение простора. Конечно, этот простор я не забываю о том, что это место для богослужения построил в этом виде Ирод, на самом деле. Хоть сейчас мечеть здесь, и купол над скалой и так далее, но вся эта платформа, все эти камни, которые мы видим вокруг, вся эта территория, которую выровняли, это все со времен Ирода. И поэтому у меня с другой стороны сложно, потому что храм действительно, он должен соответствовать то, что внутри у человека. А сегодня я как бы сюда первый раз приезжаю сюда и чувствую, что место должно быть абсолютно светским. То есть святость человек почувствует, и паломник, и турист может быть, но место должно быть вообще доступно всем. Надо объяснить, что иногда бывает, что место закрыто. Во время Рамадана, например, ограничен сюда ход мимо суммана. Я считаю, что это место должно быть мечеть, никакой третий храм здесь не должен быть и так далее. Но так же, как в Кремле, там бывают службы, правильно? Но это музей. Люди ходят, все доступно. Мы не можем сюда ходить. Я считаю, что это не совсем верно. Не потому, что я ревнитель третьего храма, не потому, что я хочу, чтобы пришел антихрист и вот здесь все как бы построил по-своему. Нет. Я просто считаю, что действительно, так же, как на Красной площади люди ходят, там фотографируются, почему нельзя это делать здесь? А то, что был иудейский храм здесь, то, что некоторые иудеи даже сюда не ходят, потому что они боятся чехина и все этого, для меня это такой анахронизм, даже с точки зрения иудаизма, с точки зрения христианства, потому что любая точка – это благодать. Нельзя сказать, что это только этот центр земли, и из-за этого столько крови, сколько войн, сколько геополитических игр из-за этого. И я сюда хожу сейчас, и даже во времена ковида, непонятно, зачем такой величины надо. Столько народу сейчас здесь не соберется. Это нельзя, это ограничивать. Помнишь, как по пятницам здесь собирались просто десятки, сотни, сотни тысяч мусульман на молитву? Ну, на самом деле, фотографироваться на территории храмовой горы можно, что мы сейчас и делаем, мы даже снимаем. Для меня это как бы было. Нельзя войти внутрь, нельзя войти внутрь мечети с 2000 года. С интифады 2000 года нельзя зайти внутрь. Но даже тогда это было не совсем… То есть статус этого места до сих пор очень сложный. И то, что нельзя раскапывать здесь, из-за этого бояться, что, мол, иудеи захотят тут все захватить, или мусульмане хотят все оставить у себя. Это место, которое принадлежит, я думаю, человечеству. Конечно. Да, это место принадлежит человечеству. Так же, как гроб Господень. Ко гробу Господню же приходят все, и евреи, и мусульмане. Ни для кого вход туда не закрыт вообще. Думается, что, наверное, да, наверное, было бы лучше… Этот пузырь тут должен лопнуться, я думаю. Если бы храмовая гора имела такой же статус. Но она так и имеет, да, это святое место для иудеев, для мусульман, для христиан тоже, потому что здесь стоял храм, в котором молился Господь наш Иисус Христос, храм, в котором молилась Богородица, храм, в который принесли Господа наследие, введение во храм. Все это было здесь, вот на этой площадке, на которой мы стоим. Ну что, пойдем дальше? Мы пойдем к золотым воротам. Величены, да, это чтобы величить Бога. Но также это вот некое ощущение, что народ молится вместе. Все собирается вместе. А вот сейчас человечество живет по-другому, по идее. Такие вот проекты – это уже музей, это уже не нужно людям. Можно вот сюда. Аллеи, смотри, смотри. Ну не Сокольники, но это такая аллейка замечательная. Да, прямо немножко родной парк Сокольники. Только мама с колясочкой мусульманки. Оливки откуда-то в парке Сокольники взялись. Сосны тоже не совсем такие, как там. И кипарисов нет. А по настроению, вот понимаете, да, что-то есть. Но мы уже подходим к золотым воротам. Изнутри сейчас вы увидите довольно редкие кадры. Перед нами опять полиция. Как вы уже поняли, Храмовая гора – место очень напряженное. Место конфликта евреев и арабов. И те, и другие претендуют на эту территорию. И вот как раз золотые ворота – это одна из горячих точек Храмовой горы. Связано это с целым рядом пророчеств, которые существуют у всех трех мировых религий касательно этих ворот. Но давайте по порядку. Начнем мы с того, что во времена Иерусалимского храма, когда еще стоял на Храмовой горе Ветхозаветный храм, эти ворота несли особую функцию. Они были предназначены только для священников. Этими воротами выходили священники с территории Храмовой горы в судный день, день очищения, когда приносилась на Илеунской горе жертва за грехи всего народа Красная корова. И вот для этого жертвоприношения выходили они из города, из территории храма, вот через эти самые ворота. Во время Вавилонского плена пророку Иезекиилю было видение, что этими воротами входит в Иерусалим, слава Божия, и воцаряется в храме. Потом этими же воротами она покидает Иерусалим, и голос был ему и сказал, смотри, Сын Человеческий, ворота эти будут запечатаны до времени. И вот есть пророчество о том, что этими воротами войдет в Иерусалим царь Израилев, Мессия. Мы, христиане, веруем, что Господь наш Иисус Христос, который этими самыми воротами уже вошел в Иерусалим, и есть обещанный Израилю Мессия, Спаситель мира. Однако есть и у нас пророчество, что ворота эти будут распечатаны, и князь мира сего Антихрист, когда войдет править, управлять миром, он воцарится в Иерусалиме на некоторое время, тоже будет входить в город этими воротами. Для евреев же однозначно вход Мессии в Иерусалим будет через эти ворота. И они верят, что это будет царь Израилев, который даст благоденствие их народу, их земле, и воцарится справедливо в Израиле. Вот поэтому они претендуют на эти ворота. Сами ворота, которые вы видите сейчас, конечно, не времен Христа. От времен Христа остался только фундамент. Впервые они были перестроены, отремонтированы в VI веке, скорее всего, при императоре Юстиниане. Далее перестраивались во времена крестоносцев, а потом уже в XVIII-XIX веке при турках-османах были превращены в сторожевую башню. Сейчас внутри ворот размещается мечеть. А вот заложены они с VIII века. Заложили их мусульманские правители, умаяды, поскольку боялись вот именно того, что войдет в эти ворота некий царь и отнимет у них царство. Ну а мы с вами продолжаем нашу прогулку по Храмовой горе. И должна сказать вам, что для того, чтобы посмотреть здесь все, нужно не только несколько часов, а желательно несколько отдельных экскурсий. Сегодня мы попытались с вами охватить только самое главное, основное. А ведь здесь переплетаются разные исторические периоды. Это и, конечно, период первого-второго храма, и исламский период ранний, потом средневековый, крестоносцы, затем опять исламский период. И у каждого есть свои истории, свои памятники здесь. Мы же с вами, хотя и не занимаемся сегодня подробно исламом, все-таки не можем пройти мимо вот этого замечательного здания духовной школы, медресе, как называют мусульмане, постройки мамлюкского периода, то есть XIV-XV века. И через живописную оливковую рощу мы подойдем к очень интересному монументу, который стоит около этого красивого здания. Это часовня царя Соломона. Построили ее, скорее всего, конечно, крестоносцы, судя по архитектуре, но мусульмане Соломона, то есть Сулеймана, очень почитают, поэтому тоже для них это тоже маленькое святое место на храмовой горе. Вообще на храмовой горе много мест для уединения и молитвы. Много мехрабов, то есть ниш, которые указывают на Мекку, много часовен. И, кстати, нередко можно видеть в будний день, как мусульмане, мужчины, женщины стоят на коленках, на ковриках и молятся в разных точках этой горы. Мы подошли с вами к очень красивой колоннаде, которую показывали вначале. Вот, кстати, молящаяся мусульманка нам попалась, видите так, скрывшись от глаз людских, коврик расстелила и молится. А мы с вами идем под изумительной этой колоннадой, наслаждаемся перспективой. Действительно, люди за таким чудом ездят в Испанию. А у нас, пожалуйста, здесь, в Иерусалиме, есть вот такая красота. Идем же мы с вами уже к выходу с храмовой горы. Время посещения горы ограничено. Полиции и охранники об этом все время туристам здесь напоминают. И вот как раз на стене знак, свидетельствующий о том, что храмовая гора – это территория королевства Иордании, о чем я вам и говорила в самом начале. Впереди же мы видим с вами изумительной красоты Сабиль. Сабиль Куайт-бей, который построил султан с таким же именем в XV веке. Это считается одним из самых красивых Сабилий вообще не только в Иерусалиме, но и в мире. Он очень богато украшен и является ничем иным, как публичным фонтаном с питьевой водой. Выйти с храмовой горы можно через разные ворота. Мы сегодня выходим с вами через эти. Называются они ворота Хлопка и ведут на Хлопковый рынок, построенный мамлюками тоже еще в XV веке. Этот рынок действующий. Это сегодня одна из улиц старого города. Здесь до сих пор туристы и местные могут покупать всякие сладости, всякие вещички. Конечно, опять армия полиции охраняет, как вы видите, все подступы к храмовой горе. А мы спускаемся вниз и посмотрим с вами сейчас, что здесь продают. Очень уютный рынок. Так заманчиво пахнет. А может это как ворот называется? Хлопковый. Мы на Хлопковом рынке. О нем я делаю экскурсию на Топусе. Вы можете посмотреть более подробно. Очень тянет. Просто что-нибудь съесть или выпить. Вы только посмотрите, какая красота. Самые замечательные конфеты в мире. Любимые конфеты наших детей. Сухофрукты, орехи. Чего только нет. Но мы на работе, поэтому мы идем заканчивать наш сегодняшний выпуск. А где и как, сейчас увидите. О продолжении темы Ветхозаветного храма ждет вас завтра. На нашем сайте Топус в 15 часов по московскому времени бесплатная лекция в прямом эфире. Загадка первого храма ведет ее Рафаил Мусан-Леви. Мой муж, историк античности, филолог древних языков. Дело все в том, что все описания храма, которые есть в Библии, это скорее описания второго храма, потому что они по времени довольно поздние. А вот каким был действительно первый храм Соломонов, какой была религия евреев, что происходило в храме, какие реформы провел царь Осия, как они изменили религию еврейского народа. Обо всем этом Рафаил вам расскажет, и вы вместе попытаетесь найти отгадку к этой загадке первого храма. В описании к этому видео помещена ссылка, по которой можно перейти завтра и посмотреть лекцию. А можно просто зайти на сайт, нажать страничку прямой эфир. Ну вот, мы находимся недалеко от Явских ворот, на нашей любимой Иерусалимской крыше. Не только нашей, и паломники здесь любили бывать, когда мы их сюда водили. И отсюда открывается потрясающий вид на храмовую гору, золотой купол, вот он, Ильонская гора. Вот именно отсюда мы хотели попрощаться сегодня с вами. Да, удивительное место, такой прекрасный день. Не знаю, надеюсь, что все поймут, что все эти места, которые вызываются, связаны с столько эмоций, со столькими переживаниями, и с пророчествами даже. Но иногда просто приятно прогуляться по ним как-то спокойно. Без политики и без страстей. Мои дорогие, до свидания. Мы прощаемся, передаем вам благословения Святого Града Иерусалима, сердечный привет от нас с Рафаилом, и обещаем выходить в эфир как можно чаще.